Ну а кардинально иная картина в Европе и Америке, где волонтерства и приюты для бездомных животных представляют собой полноценный социальный институт. Люди готовы взять хвостатого друга, при этом осознавая всю ответственность за него. Брать в дом четвероногого друга из приюта в России – это огромный шаг, на который, к сожалению, редко кто идет. Стереотипы играют не в пользу питомцев, однако в мире к бродягам относятся по-другому. И практика, когда животное именно с улицы берут домой, очень популярна. Например, в Германии, где часто можно увидеть объявления в газетах, ролики с подобным описанием животного и целые программы на телевидении. Именно благодаря рекламе кошки и собаки очень часто находят дом. На территории страны всего 500 приютов, где проживают тысячи пушистых созданий. А существуют организации за счет пожертвований и небольших государственных отчислений. Ухаживают за животными солдаты альтернативной службы. Кстати, немцы с детства работают волонтерами. Это считается нормой и часто в приюты отправляют на практику школьников и студентов. В США к волонтерскому делу относятся на полном серьезе. И прежде чем разрешить подходить к питомцам, американец должен обучиться. О такой деятельности могут сразу спросить при приеме на работу. Человек, помогающий животным, более востребован. Вообще, поддержать бездомных четвероногих в Штатах можно чуть ли не на каждом шагу. В магазинах, учреждениях, да и просто на улице часто стоят корзины для пожертвований. Такие добрые дела, кстати, не проходят даром. Добрым людям за лишнюю копейку вручают сувениры. Я свободный. Это самый большой приют в Риме. В нем могут одновременно содержать 600 собак на площади в 30 тысяч квадратных метров. За год через него проходят 2500 собак и кошек. И в основном всем находят дом. Стоит отметить, что даже в таких случаях животных будут всю жизнь лечить бесплатно. Приемыши получают всю необходимую помощь. Если же четвероногих не берут в семьи, то не беда. Оставшимся на попечении волонтеров тоже гарантирована спокойная и сытая жизнь. Есть все. Клиника, лаборатория, рентген. Так что пушистые друзья в руках добрых, гуманных людей. Как и в Баттерсе Кэтсен Док Хом. Это очень большой приют в Лондоне. Там работают тысячи людей. Официально и на добровольных началах. Животных огромное количество. Тем не менее, это не мешает содержать питомцев в отличных условиях. Почти у каждого есть свой личный номер с кондиционером.